Перед началом видеоролика хотела бы сказать вам спасибо за просмотр и выразить отдельную благодарность всем спонсорам моего канала. Расположенный в сельской местности округа Арпаха крохотный городок Байерс, штат Колорадо, с населением 1100 человек, представляет собой тихое поселение с множеством ферм и ранчо. Это место, где нет преступностей и где все жители знают друг друга. Но именно в этом городе в 1986 году произошла леденящая кровь трагедия. 34-летняя жительница Байерса по имени Вирджиния Мэй погибла в результате одного из самых ужасных преступлений Колорадо. Родившаяся у рода и Элис Макленнон, Вирджиния Луиза Макленнон, которую друзья и семья прозвали Джинни, была давней жительницей Байерса с множеством друзей и подруг. Как только Джинни вышла замуж за Гэри Мэя, ее отец купил паре огромное ранчо в 25 милях к северу от Байерса, где молодожены обустроили уютное семейное гнездышко. За три года пара произвела на свет двоих детей. Вирджиния и Гэри, казалось, были предназначены для долгой счастливой совместной жизни. Но, к сожалению, их история закончилась трагедией. Примерно в 8 часов вечера Гэри Мэй вернулся домой с работы. Он повесил шляпу и пиджак на крючок для одежды и стал звать любимую супругу. Обычно Вирджиния в это время готовила ужин для любимой семьи. В доме раздавался приятный запах свежеприготовленной пищи. Но в тот день все было иначе. Гэри обыскал дом, но супруги нигде не было. Все, что он обнаружил, это испуганных и заплаканных детей. Разумеется, у Джинни были друзья, которые жили поблизости. Но она не могла уйти из дома, бросив детей. Гэри подошел к четырехлетней Кристи, которая пряталась под столом в гостиной. Она сидела, опустив голову и обхватив колени руками. «Где мама?» – спросил отец. «Ее здесь нет», – ответила Кристи. «Ее увезла Ребекка». Выскочив на улицу, Гэри побежал к грузовику. По рации он связался с соседями и отцом пропавшей. Но никто не знал, куда делась Вирджиния. Рот Макленнон и Гэри обыскали ранчо, поле, лес возле дома и опросили соседей. Но никаких следов. Женщина просто пропала. Примерно в 21.00 Гэри Мэй обратился в полицию и сообщил о пропаже супруги. Разумеется, помощник шерифа не особо торопился на вызов. В Байерсе не происходило никаких преступлений уже почти 10 лет. Иногда приходилось вмешиваться из-за фермерских разборок, когда собака съела чужую курицу, но не более того. Полицейский прибыл на ранчо через два часа. Но и то, когда он соизволил приехать, от него не было особой помощи. Офицер неохотно обыскал дом и высказал мнение о том, что строптивая домохозяйка попросту сбежала от семейной жизни. Ничего необычного. Такие случаи не редкость. Гэри был зол из-за слов стража порядка. Человек, который обязан помогать, с наглой ухмылкой обсуждал спальные дела пропавшей и обвинял Вирджинию в измене. Вместо того, чтобы действительно выполнять свою работу, обеспокоенный супруг в течение получаса выслушивал оскорбительную речь офицера. Но затем потребовал, чтобы помощник шерифа прекратил высказывать никому неинтересное мнение, а взялся за свою работу, за которую тот получает жалование. Полицейский неохотно вновь вышел из машины и поговорил с детьми пропавшей. Невзирая на поздний час, семилетний Брэндон и четырехлетняя Кристи не могли сомкнуть глаз. Дети были напуганы и хотели увидеть маму. Со слезами на глазах они рассказали, что видели, как Вирджинию увезли двое – мужчина и женщина. Маленькие свидетели даже описали машину – это был Бьюик старой модели. Их описание пары, похоже, соответствовало описанию Гарри Дэвиса и Ребекки Финчем. Разумеется, этого мало для открытия дела, но полицейский все же отправился проверить раньше подозреваемых. На удивление, дома никого не было. В Байерсе не было особо пабов или клубов. В такой поздний час обычно семьи коротали время перед телевизором или сидели во дворе у костра. Куда могли деться подозреваемые посреди ночи? Помощник шерифа решил все же отыскать странную пару. Оповестил отделение о ситуации и приступил к патрулированию окрестностей. Один из офицеров, который получил информацию о произошедшем, находился недалеко от города, когда вдруг заметил машину Ребекки Финчем. Не раздумывая, офицер догнал автомобиль и включил полицейские фонари, давая сигнал машине остановиться. Страж порядка поинтересовался, куда направляется супружеская пара, на что получил ответ, что они собрались на рыбалку. Ночная рыбалка без фонарей, палаток и оборудования – сомнительное занятие, учитывая, что вблизи не было рек или водоемов. Офицер выразил беспокойство по поводу ночной езды и поинтересовался, не видели ли они Вирджинию Мэй. Ребекка отрицательно покачала головой, а ее лицо исказилось в наигранной, изумленной гримассе. Полицейский знал о показаниях детей пропавшей, но не имел права задерживать супружескую пару. На следующее утро Рот Макленнон решил поехать в дом Дэвисов, хотел лично поговорить с парой. Он планировал узнать, куда пропала его дочь. Дэвис молчал, оставив большую часть разговора в жене, а Ребекка рассказала Роду ту же историю, которую она рассказывала шерифу. Якобы они с Дэвисом ходили-то ночью на рыбалку и не видели ничего необычного. Ребекка Финчем стояла во дворе своего дома, плакала и курила сигарету. «Поверьте, мы тут ни при чем. Мы готовы сделать все, что угодно, чтобы найти вашу дочь. Я знаю, что вы чувствуете. Я тоже была жертвой сексуального насилия», сказала Ребекка. Но горем убитого отца пропавшей насторожила последняя фраза. Вирджинии нигде не было. Никто не знал, где она и что с ней произошло. Откуда такие предположения? Рот подошел к Дэвису и произнес. «Гэри Дэвис, если ты хоть что-нибудь сделал с моей дочерью, я убью тебя, сукин сын». Дэвис молча усмехнулся Макленнону и пошел прочь. Он не сказал ни слова. «Да я не должен был». Рот уже знал правду. «Всего несколько часов спустя офицеры прибыли в дом Дэвиса и Ребекки Финчем. Пара была арестована по подозрению в похищении Вирджинии Мэй. При обыске дома полиция обнаружила множество тревожных зацепок. Спальня была полностью заставлена секс-игрушками. Словно они были не фермерами, а порно-актерами. Ошейники, плетки, кляпы, цепи, расширители и тиски. Порнографические журналы и фотографии голых детей. Также были обнаружены сомнительные рассказы, где описывались жестокие сцены сексуальных фантазий. Как только парочку посадили в полицейский автомобиль, Дэвис произнес. «Наша игра закончена, Ребекка. Это конец». Но пойманная женщина не хотела сдаваться. Она кричала, что это не конец и они наймут лучшего адвоката. Но Дэвис был прав. Для него и Ребекки игра была окончена. На следующий день, 23 июля, Дэвис сказал своему адвокату, что готов заключить сделку. Если обвинение позволит ему признать себя виновным и пообещает не добиваться смертной казни, Дэвис приведет полицию к Вирджинии Мэй. Окружной прокурор согласился на сделку. И Дэвис указал на карте, где он и Ребекка оставили свою жертву. На месте, посреди кукурузного поля, полиция обнаружила обнаженное, изрешеченное пулями тело Вирджинии Мэй. Поиски пропавшей матери закончились. У Гэри Мэя была мучительная задача – сообщить детям, что их мать больше никогда не вернется домой. Услышав эту новость, семилетний Брэндон Мэй впал в дикую истерику. Мальчик в течение недели не ел и практически не спал. Все время он сидел в комнате и плакал. Четырехлетняя Криста была слишком маленькой, чтобы понять, что произошло. Она осознавала, что стала свидетелем чего-то ужасного, но не могла понять, чего именно. Девочка постоянно плакала и спрашивала, где мама? Почему мама больше не придет домой? Итак, кем были Гэри Ли Дэвис и Ребекка Финчем? И что произошло тем роковым вечером? Весной 1986 года в городке Байерс появилось два новых жителя. Загадочная пара, приехавшая из Вычита, штат Канзас. Маленький городок был рад новым жителям, но пара, 42-летний Гэри Ли Дэвис и его жена, 35-летняя Ребекка Финчем, не казались заинтересованными в общении. Всего пару раз они появлялись в церкви и единожды их видели на футбольном матче. В маленьком городе все знают друг про друга все. Информация распространяется, словно ураган. Вокруг Гэри Дэвиса ходили слухи, что он сидел в тюрьме штата Канзас из-за нападений на женщин на сексуальной почве. Но эти слухи были настолько размытыми и поверхностными, что мало кто им придавал большое значение. Если бы жители Байерса знали всю правду или хотя бы малую часть, то смогли бы предотвратить тот ужас, который постигнет их маленький городок. 42-летний Гэри Ли Дэвис был злом во плоти. Выросший в семье отца-алкоголика и зависимой матери часто подвергался насилию. Его отец постоянно избивал мать на глазах у сына и давал понять ребенку, что женщины – это игрушки, с которыми можно делать все, что угодно. Из-за воспитания отца самой пугающей чертой Гэри Дэвиса было его агрессивное поведение. И именно женщины часто несли на себе основную тяжесть его жестокого обращения. За 10 лет Дэвис изнасиловал более 15 женщин, многие из которых были девочками-подростками. Он получал от этого садистское удовольствие. Я просто лежал с ухмылкой на лице, кричал на них и смотрел, как они плачут. Кричал на них и смотрел, как они плачут и умоляют меня не причинять им вреда. Я хотел видеть страх в их глазах. Без страха мне было неинтересно. Я получал удовольствие, глядя на их страдания. Если они не плакали, не отбивались и не кричали о помощи и не умоляли пощадить, я терял интерес. Никто не мог опознать нападавшего из-за маски на лице, и это позволяло маньяку оставаться на свободе. Гэри Ли Дэвис был дважды женат. С первой супругой он прожил три года, но в итоге женщина сбежала. А вторая жена, 17-летняя Леона Коутс, даже родила ему троих детей. Есть маньяки, которые дома ведут себя менее озабоченно, но именно с жертвами проявляют всю жестокость. Дэвис был не таким. Дома он получал удовольствие от издевательств над супругой. В итоге, после очередного избиения до полусмерти, тиран потерял интерес к жене. Она больше не кричала и не сопротивлялась. Она смирилась с участью груши для битья. Потеряв интерес к Леоне, он вновь переключился на поиски жертвы. Но в 1979 году Дэвис наконец попался в округе Бака, штат Колорадо. Он заманил на улицу молодую продавщицу круглосуточного магазина, заявив, что ему нужна помощь с автоматом для льда. Когда девушка вышла, мужчина напал на нее с ножом и затащил в темный переулок. Но, к сожалению для маньяка, жертва оказалась не из робкого десятка. После ожесточенной борьбы девушке удалось не только выбить нож из рук нападавшего, но и хорошенько его избить. Продавщица вернулась в магазин и сообщила в полицию о нападении. Самое удивительное, Гэри Дэвис отсидел в тюрьме менее года за это преступление. И по освобождению его девиантное поведение продолжилось. Спустя всего несколько месяцев после выхода из тюрьмы, Дэвис нацелился на 15-летнюю дочь одного из друзей своей жены. Однажды ночью он заманил девушку в переулок и изнасиловал ее, приставив нож к горлу. Это было последней каплей для Леоны Коутс. Она подписала документы о разводе и получила опеку над их тремя детьми. Дэвис был осужден за изнасилование и приговорен к восьми годам тюремного заключения, из которых он отсидел только четыре. Сотрудники исправительного учреждения описали Дэвиса как образцового заключенного. Он успешно прошел курс лечения от алкоголизма и получил особые привилегии. Ему даже позволяли искать девушек по переписке. И благодаря таким перепискам он познакомился с Ребеккой Финчем. Она была разведенной матерью двоих детей, бросила мужа после измены. Как и Дэвис, Ребекка имела судимость за эксплуатацию и насилие над детьми и получила всего три года условно. Дети были изъяты и переданы ее родителям, а она тем временем искала нового мужа за тюремными решетками. Гэри Ли Дэвис нашел женщину своей мечты. Она была не против секса втроем и разделяла его сексуальные фантазии. Ей нравилось быть жертвой. Парочка поженилась и священник провел церемонию по телефону. В следующем году Дэвис был освобожден из тюрьмы и они с супругой переехали в квартиру в Колорадо. Но Ребекку обвинили в мошенничестве. И парочка сбежала, на этот раз в Байерс, где устроилась работать на ферму. Именно здесь пересеклись пути Вирджинии Мэй и Гэри Ли Дэвиса. Гэри Дэвис, хоть и нашел якобы женщину своей мечты, но его не устраивал ее вес и внешность. Ему нравились молоденькие школьницы или миниатюрные стройные дамы. Поэтому он вновь стал искать себе жертв. И пока он работал на ранчо в Байерсе, другие женщины имели несчастье попасть под его хищный взгляд. Но две дамы особенно привлекали внимание Дэвиса. И он настолько увлекся ими, что планировал заполучить их любой ценой. К сожалению, этими женщинами были Вирджиния Мэй и Сью Маклинан. Гэри Дэвис впервые встретил Вирджинию Мэй в церкви. После этой встречи она не выходила у него из головы. Когда он работал в поле рядом с ранчо семьи, Мэй он часто позволял себе непристойные комментарии в адрес желанной женщины. Говорил о том, что мечтает заняться сексом с ней и ее невесткой Сью. Разумеется, Вирджиния игнорировала подобные комментарии в свой адрес, не хотела вмешиваться в эту грязь. Она переживала, что если об этих комментариях узнает ее супруг, то у Дэвиса останется лишь мокрое место. Но пока она старалась не замечать непристойных предложений от странного соседа, Дэвис и Ребекка готовили свой злодейский план. План заключался в том, чтобы похитить женщину, увезти ее в поле и заняться сексом втроем. Вечером 21 июля в доме Сью Маклинан зазвонил телефон. Звонила Ребекка. Разговор был странным, но Сью не придала этому значения. Первым делом звонившая спросила, «Твой супруг дома?» На что Сью ответила нет, но не успела она спросить, почему соседку интересует эта информация, как Ребекка произнесла, «У меня лежит огромная куча женской и детской одежды, которую я не знаю, куда одеть. Вам наверняка она пригодится, чтобы копаться в огороде». Через несколько минут к дому Сью подъехала машина. Ребекка вышла из автомобиля и направилась к подъездной дорожке Сью. Но на удивление в руках гостей не было никакой одежды. Краем глаза Ребекка увидела, как на заднем дворе копошится мужчина. Она с возмущением крикнула, «Я думала, твой муж на работе!», а после этой фразы развернулась и побежала обратно в машину. Сью стояла на пороге дома, не понимая, что происходит. Но в тот момент она была на волосок от смерти. Наемный работник, мужчина на заднем дворе. Того не понимая, спас ей жизнь. Дэвис и Ребекка не были намерены отступать. Вместо Сью Маклиннон решили похитить Вирджинию. Примерно в 18.30 Гэри Дэвис и Ребекка Финчем подъехали к семейному дому Мэй. На улице Вирджиния беззаботно играла с 4-летней дочерью и 7-летним сыном. Ребекка поинтересовалась, сможет ли хозяйка дома одолжить им садовые носилки. Вирджиния согласилась и отправилась в сарай. Но парочка последовала за ней. Как только они оказались в сарае, Дэвис ударил жертву по голове. Но не заметил, как прямо за дверью стояли дети, которые наблюдали за кровавым спектаклем. Ребекка схватила детей и закрыла в доме. А Гэри Дэвис затащил жертву в машину. Парочка увезла молодую мать в пустынную местность Колорадо. Там мужчина приказал снять одежду, а затем воплотил свои сексуальные фантазии в реальность. Затем они отправились в соседний округ Адамс. Гэри Ли обмотал вокруг шеи Вирджинии веревку и использовал как поводок. Он ехал по полю и получал удовольствие, наблюдая, как женщина калечит ноги об острые камни. Наигравшись, кровавая парочка остановилась. Мужчина вновь изнасиловал женщину, а затем под угрозой смерти заставил орально ублажать Ребекку. Вирджиния делала все, что от нее требовалось, только бы ее отпустили. Но все было не так просто. Когда жертва выполнила все самые извращенные фантазии маньяков, Гэри Дэвис вынес ей смертный приговор. Она молила о пощаде. Она просила Дэвиса не убивать ее, но Дэвис устал от мольбы о пощаде. Он со всей силы ударил молодую женщину по голове прикладом своей винтовки, разбив ей череп и вызвав внутреннее кровотечение. Невзирая на силу удара, Вирджиния не потеряла сознание. Когда она лежала на земле и стонала в агонии, Гэри Ли Дэвис обвязал ее шею веревкой и стал волочить по земле, словно игрушку. Он хотел ее задушить, но женщина, невзирая ни на что, оставалась в сознании. Вирджиния, избитая и истекающая кровью, продолжала умолять о пощаде. Она задыхалась, хрипела, рыдала, по ее лицу текли кровавые слезы. Она даже предложила парочке тысячи долларов в обмен на жизнь. Огромные деньги на то время. Но мучителя эти рыдания только возбуждали. Дэвис приказал заткнуться и направил на нее винтовку. Жертве удалось поднять руки в последнем защитном жесте, прежде чем учитель открыл огонь. Он выпустил девять пуль в голову Джинни и одну пуль в шею, мгновенно убив молодую мать. Затем он перезарядил винтовку и сделал еще четыре выстрела Вирджинии в грудь и таз. Несколько минут Гэри Дэвис и Финчем стояли около трупа. Они пили пиво, шутили, смеялись и получали удовольствие от вечера. Выпив пару банок, Дэвис и Финчем накрыли тело Вирджинии тюком сена, сели в машину и поехали домой. Именно тогда их встретил полицейский. Гэри Дэвиса и Ребеку Финчем судили по отдельности за убийство Вирджинии Мэй. И оба не признавали себя виновными по всем предъявленным им обвинениям. Убийцы обвиняли друг друга в содеянном и даже уверяли, что пытались спасти погибшую. Хотя предыдущая сделка о признании вины Дэвиса была направлена на то, чтобы спасти его от казни, он совершил серьезную ошибку. Когда он договаривался о сделке с окружным прокурором, Дэвис намекнул, что Вирджиния все еще жива. Он не рассказал, что пропавшая погибла, тем самым нарушил условия своего соглашения. Судья признал сделку о признании вины недействительной и разрешил обвинению добиваться вынесению смертного приговора. Ребекка и ее адвокат пытались выставить ее жертвой. Якобы она супруга манипулятивного мужа. Он заставил ее пойти на это и более того, именно она пыталась спасти Вирджиния жизнь и заступалась за нее. Но адвокату никто не поверил. 20 июня 1987 года суд присяжных признал Ребекку Финчем виновной в похищении, изнасиловании и убийстве Вирджинии Мэй. Ее приговорили к максимальному наказанию в виде пожизненного заключения. По окончанию суда несколько присяжных, которые признали Финчем виновной, заявили, что приговорили бы ее к смертной казни, если бы могли. Спустя месяц Гэри Ли Дэвиса приговорили к смертной казни с помощью смертельной инъекции. Во время вынесения приговора убийца, как и его жертвы, стоял на коленях и молил о пощаде. Просил сохранить ему жизнь, чтобы он встал на путь истинный и помог другим сексуальным преступникам не совершать злодеяния. Просил прощения у друзей и родственников покойной, но никого в зале не тронули его речи. В течение 10 лет Гэри Ли Дэвис оставался в камере смертников в тюрьме штата Колорадо в Кэнон-Сити. Находясь за решеткой, Дэвис уверял, что изменился и обратился к Богу. В 1990 году Верховный суд Колорадо отклонил ходатайство Дэвиса о новом судебном разбирательстве и назначил дату казни. 5 января 1990 1991 года. Гэри Ли Дэвис был рад. Он говорил, что лучше умрет, чем будет жить в тесной камере. Однако всего за день до того, как его должны были привязать каталки в камере смертников, подал федеральную апелляцию, и его казнь была отложена. Подобные действия вскоре стали обычным явлением для Дэвиса, попеременно подавал и отклонял апелляции, избегая пяти дат казни. Однако его попытки добиться отмены смертного приговора оказались тщетными. 25 июня 1997 года Верховный суд США отказал в рассмотрении апелляции Гэри Дэвиса. 1 октября Дэвис получил последнюю дату казни. В 16.30 Дэвис заказал свой последний обед из шоколада и ванильного мороженого. Он разделил трапезу с начальником тюрьмы. Позже он попросил сигарету, но поскольку курение было запрещено в тюрьмах Колорадо, его просьба была отклонена. В 19.56 Гэри Дэвис последний раз покинул камеру, закованный в кандалы в сопровождении нескольких охранников. Дэвиса провели по коридору, и через раздвижную металлическую дверь в камеру казни. Ярко освещенную комнату, в которой стояла каталка для смертельных инъекций. За казнью следили родственники Вирджинии Мэй. Дэвис повернул голову, желая посмотреть на свидетелей. Он встретился взглядом со своим адвокатом, затем повернул голову и посмотрел на дверной проем перед собой. Он ни разу не взглянул на семью убитой им молодой женщины. Когда Дэвис получил возможность сделать последнее заявление, он ничего не сказал. Не было никаких извинений в последнюю минуту, никакого окончательного признания вины и ничего перед семьей женщины, которую он так жестоко убил. Его молчание, в конце концов, говорило за него. В 2033-14 октября 1997 года Гэри Ли Дэвис был объявлен мертвым. Супруга Дэвиса, Ребекка Финчем, умерла в тюрьме в 2008 году.